МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петрунь. До Триполярного села дорога не близкая. Добираемся уже сутки. Автомобиль, поезд. И вот теперь лодка. По воде нужно ехать почти 100 километров от станции УСА. И вот показываются первые дома. Проплываем мимо высокого песчаного берега. Местные жители называют эти холмы Белбан – идолы. Первое название села Петрунь Белбан. До прихода в эти края ижемских братьев-хозяиновых бывали здесь только немцы-оленеводы. Тогда на просторах Верхней Усы они пасли свои огромные стада, были единственными хозяевами этих земель. Здесь же, на берегу реки, самоеды устроили святилище – жертвенное место. По представлениям немцев, земля живая. А каждый холм, сопка, река, озеро, море имеют своего хозяина – духа. Но имеются особые священные места, отмеченные высшей, сакральной значимостью. Обычно оно не имеет точно установленных границ и располагается на приметных местах – возле камня необычной формы, на вершине холма или на берегу озера. В таких местах нельзя вести хозяйство, находиться людям. Если другие народы ходят молиться в храм, то у немцев такими храмами являются священные земли. У духов самоеды просят успеха в охоте-рыбалке, в оленеводстве, благополучии в семье. Деревянный идол Болбан был высотой в человеческий рост, голова круглая, высечена личина. Каждый год оленеводы-кочевники приносили для идола новую одежду и одевали его. По одежде считали, сколько ему лет. Своему тотему немцы дарили самые дорогие меха – куницы, горностая, лисицы, песца, соболя. Мясо. Забивали в жертву лучших оленей. Их еще называли йенкер – божественный олень. Немцы-оленеводы приезжали на эти места, приносили богу-идолу жертвы – мясо оленей. Старожилы уверяют, что еще в 30-е годы прошлого века здесь, в песке, можно было обнаружить кости животных. Рядом с идолом самоеды проводили языческие ритуалы. Разводили костер, на котором варили мясо жертвенного животного. Мясо ели как сырым, так и вареным. Жертвенной кровью мазали губы болвана. Пели, плясали, били в бубен. С каждым годом берег реки осыпается, песок скрывает былое. Но, оказывается, даже сегодня можно обнаружить останки. Местные жители сюда ходят редко, обходят стороной эти места. Да и говорят о болванах с неохотой. В Куми таких мест совсем немного. Обычно встречаются на Крайнем Севере. Но вот в соседнем Ямало-Ненецком округе жертвенные камни остались. Пожилые оленеводы вспоминают, как своими глазами видели такие святилища в действии. Когда мы ходили со стадами, видели одну гору. Она очень большая. Это святой камень. Там обязательно нужно оставлять что-то ценное, чтобы уральские горы дальше пустили олень из стада. Ненцы новые деньги как-то положили. А мы, пока жили в тундре, даже не знали, что деньги поменялись. Другие стали. Наши оленеводы молодые, родственников искали. К родственникам ездили в Сарампауль, Ханты-Мансийский округ. И они так же, как и наши предки здесь оставляли, у нас в Балбане были. У них так же по дороге едешь. Есть места, где оленеводы, вот эти кочевальненцы. И они оставляли там свои вещи. И проезжаешь, и обязательно, если ничего не оставляешь, там с человеком как бы что-то случается. Такие магические случаи. Надо оставить, ну, хоть спичную коробку или зажигалку. Они вот все еще оставляют. Такие места есть. Совсем недалеко, буквально в нескольких десятках метрах от священных болванов есть еще одно мистическое место. Оно тоже связано с самоедами. А вот это дорога ненцев, Ярантуй. Именно здесь проходили караваны оленеводов в тундру. По легендам местных жителей, это место считается проклятым. Здесь не строят дома и не пасется скот. На небольшом участке когда-то стояли два дома. Первый сгорел абсолютно новым. Хозяева даже не успели пожить в нем. После этого второй разобрали и поставили в другом месте. Теперь здесь пустырь. Растет только белая пушица и морожка. Но местные ягоду не собирают. А еще старожилы рассказывают, что если остановиться на этой дороге и прислушаться, можно услышать свист. Свист ненецких оленеводов. И таких странных мест при Полярном Петруне немало. Удивительное село с удивительной историей, самобытной культурой и интереснейшими людьми. Но о них мы расскажем в следующих выпусках Комнин Комнито.